Всем привет, с вами 13 апостол отца нашего небесного Сергия Эйзенштейна Артём Бёрдман и канал Art of Visual Orgasm. Недавний ролик про полезные техники для режиссёров по актёрской игре набрал более 100 лайков и 20 комментариев. И как я и обещал, я расскажу о ещё нескольких полезных техниках в работе с актёрами. Начнём с одной из самых мощных и всеобъемлющих способов работы – это «будто бы», которая делится на три составляющие – роль, ситуация и характеристика. Начнём с роли. Под этой методикой понимается перенос реальных или воображаемых отношений в сцену. Примеры возможных установок в этом случае. Говори с ней, будто ей 12 лет. Представь, что это твоя мать в детстве. Говори с ней, как со своей бывшей женой. Представь, что это босс, который тебя уволил. Лучше всего для актёра найти таким образом какую-то тесную личную связь, которая будет заставлять его реагировать. Далеко не обязательно использовать образ бывшей девушки в сцене, где по сюжету герой встречает свою бывшую. Это вполне может быть любой человек. Главная цель всей техники «будто бы» – это дать актёру импульс, чтобы в его отношении к экранному герою было что-то реальное. И это сделает игру правдоподобной. Давайте рассмотрим реальный пример использования такого замещения актёром Брайаном Крэнстоном. В 12 серии второго сезона сериала «Во все тяжкие» Уолтер приходит к Джесси, чтобы с ним поговорить. В этот момент девушка главного героя Джейн начинает задыхаться. Уолтер решает дать девушке умереть. Эта сцена получилась очень тяжёлой, и многие сцены съёмочной группы в своих интервью отмечали этот момент как очень сильный. В своих мемуарах Брайан Крэнстон рассказал, что в тот самый момент он вместо Джейн увидел свою дочь, которая была очень по возрасту близка к актрисе Кристен Риттер. В итоге с помощью такого замещения показалось, будто бы актёр даёт умереть на своих глазах собственной дочери. И его эмоции в этой сцене стали настоящими. Перейдём к будто бы ситуации. Это техника переноса опыта пребывания в той или иной ситуации в сцену. Все мы в жизни часто переживаем те или иные эпизоды, и у каждого из нас есть свой личный опыт, который вполне можно сопоставить с экраном. Актёры весьма чувствительны для таких вещей, и они очень хорошо умеют запоминать эти моменты, ибо по сути это их рабочий материал. Например, Джек Николсон лишь после смерти своей настоящей матери узнал, что та, кого он считал мамой, была его бабушкой, а его сестра была его настоящей матерью. Джек так и не узнал, почему женщина до конца жизни так и не сказала ему правду. В книге «Мастерство актёра техника чабок» упоминается этот факт, и говорится, что Николсон затем использовал замену матери в своих фильмах. Вполне вероятно, он мог использовать в качестве замены ситуацию, в которую актёр пытался узнать, почему его мама так и не призналась ему. Вообще, если приглядеться к лучшим представителям актёрского цеха, то можно заметить, что среди них очень много людей, которые имеют глубокие потрясения в жизни. И эти актёры научились использовать свой болезненный опыт в качестве материала для игры, а некоторые из них стали великими. С точки зрения взаимодействия с актёром можно попробовать найти общий опыт пребывания в той или иной ситуации, поделиться им и спросить, был ли у актёра подобный опыт. Таким образом, можно попробовать нащупать какой-то импульс, который может запустить механизм поведения. Будто бы характеристика лучше подойдёт для каких-либо предметов. Давайте рассмотрим пример таксиста Мартина Скорсезе. Это один из самых знаменитых кадров фильма с пистолетом 44-го калибра. Вполне возможно, режиссёрской или актёрской установкой в этой сцене было «Представь, что этот пистолет – продолжение твоей руки. Представь, что это часть тебя. Смотри на него, будто ты видишь свою руку». Конечно, в данном случае это лишь моделирование точных данных, о чём думал актёр и какую задачу ставил Скорсезе, нет. Но как идея, эта установка вполне могла бы сработать. Перейдём к четвёртой технике – это метод Джона Касаветиса. Актёрская игра в фильмах этого режиссёра выглядит настолько непринуждённой, что многим кажется, будто бы актёры импровизируют. Джон никогда не отвечал на вопросы актёров о их героях, но при этом очень хорошо готовился к своим фильмам с актёрской точки зрения. Касаветис для репетиции писал целые отдельные сцены, которых не было в фильме, и давал актёрам в них импровизировать. Подобные сцены были своего рода подготовкой для сцен из самого фильма. Такие эпизоды Джон использовал в качестве увеличения актёров, создавая на импровизации предысторию персонажей и тем самым более объёмные образы героев. Пятая техника – это допрос с пристрастием. Это такой приём, при котором вы говорите с актёрами, как с их экранными героями, и они вам также отвечают, как персонажи фильма. Цель этой техники в том, чтобы сформировать реальность, сделать её более конкретной. Очень важно в этом случае контролировать происходящее и следить за тем, чтобы персонажи не ушли в сторону от намеченного вами пути. Здесь есть две модели поведения режиссёра. Первая – это журналист, другая – психотерапевт. Журналист задаёт вопросы, выпытывает факты. Например, «Что ты думаешь о своём муже? Были ли у вас в жизни какие-то неприятные ситуации? Что ты на самом деле хочешь?» Психотерапевт пытается загнать героя в угол вопросами об истинных чувствах и призывает к действию. Например, «Тебе не кажется, что он ведёт себя неподобающе с тобой? Не думаешь ли ты, что ведёшь себя с ним слишком мягко?» В допросе с пристрастием есть одна важная деталь, что иногда, возможно, сам переход к допросу в работе с актёрами будет похож на притворство. Поэтому сначала стоит спросить у актёров, не против ли они пообщаться в подобной форме. Шестая техника работы с актёрами – это работа с личностями. До сих пор мы говорили об актёрах в контексте работы с их персонажами, но можно работать отдельно от экрана героев. Например, Спайк Джонс во время подготовки к съёмкам фильма «Она» запирал актёров Хуакина Феникса и Эмми Адамс на час-два через день и заставлял их общаться друг с другом. По сюжету герои актёров Теодор и Эмми были лучшими друзьями, и в итоге сами актёры сблизились во время таких разговоров и стали друзьями в жизни, что помогло им сыграть более правдоподобно. Или же можно попросить актёра раньше прийти на площадку, если, например, по сюжету сцена проходит у него дома. Таким образом актёра обживает пространство, и оно становится для него более знакомым и родным. Некоторые актёры не выходят из своих образов даже на съёмках. Например, та же Эмми Адамс оставалась в образе Лин Ченни на протяжении всего съёмочного периода фильма «Власть» и даже спорила с режиссёром на политические темы, будучи в образе своей героини. Вполне возможно попросить актёра о подобном, правда, нужно понимать, насколько это подходит самому артисту, и лучше спросить у него об этом прямо. Далеко не всем актёрам подходит такой способ работы, и вполне вероятно, что это будет дополнительной нагрузкой. Также можно попробовать попросить актёра побыть в образе своей поседневной жизни во время подготовительного периода. Например, актёр Никита Шведов для подготовки к роли в фильме «Завод», попросил сделать для него грим и решил походить с ним по городу, чтобы посмотреть, как люди будут на него реагировать. По сюжету у его персонажа всего один глаз, и актёр хотел понять, каково это жить с такой особенностью, как это влияет на восприятие не только других людей, но и на собственные ощущения. Ну что ж, я рассказал о самых интересных техниках по работе режиссёра с актёрами в этих двух роликах. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и оставляйте свой комментарий в поддержку. Не забывайте подписываться на канал, если этого ещё не сделали, и сразу же включать все уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Всем вам спасибо за просмотр и дохранит вас всех Отец Наш Небесный Сергей Эйзенштейн. Всем пока!